Всем огромный привет! Сегодня я решила ответить на вопросы тега. Здравствуйте, я прежде Голик. Я очень давно не отвечала на тег. Мне было интересно смотреть других, но у самой не было желания никакого отвечать на какие-то вопросы. Записывали такие болтологические видео, но с приходом этой осенью мне захотелось как-то разнообразить свой контент на канале. И поэтому я решила, почему бы и нет, тут прилетел мне запрос, и я решила все-таки поучаствовать. Так что кому интересно поболтать, здесь будет и откровение в том числе, может быть, какие-то смешные моменты, какие-то интересные, какие-то не очень. В общем, я надеюсь, что вам скучно не будет однозначно. И вяжу я шапку из Ангоры. Я уже показывала вам, что это за пряжа, и покажу в ближайшем влоге, так что не пропускайте. Вяжу ее двойную. Вот вторая шапочка у меня из Drops North в две ниточки для плотности, для того, чтобы ушки не продувало. Это для меня я вяжу, для себя шапочку. Так что вперед! Итак, начнем по вопросам тега отвечать. Кто тебя затегал? Первый вопрос. Меня первая затегала вроде как Наталья Танчина. Это блогер тоже вязальная девочка, которая очень активная. Она меня зовет в разные проекты постоянно. Я в каких-то соглашаюсь участвовать, в каких-то нет. Я вообще такой человек, ну, люблю что-то свое выдумывать. И когда мне лень или когда у меня мало времени, я предпочитаю отмалчиваться или заниматься чем-то своим. И это видно, наверное, и по тому, что я не вяжу по чужим описаниям, по мастер-классам. Обычно мне хочется что-то свое придумывать. Я не считаю, что это хорошо, потому что нужно развиваться и учиться. И в том числе это происходит, когда ты пользуешься описаниями других людей. Ты узнаешь какие-то новые методы. Так что нужно иногда через себя переступать, выходить из зоны комфорта, вязать по чужим описаниям, использовать новые методы и в том числе участвовать в разных проектах, потому что иначе ты в своем болоте так и затухнешь. Так что я решила принять участие. Наташа мне прислала в директ запрос, предложение такое с участием. И также Маша с канала Мария ВД тоже меня затеггала, но уже чуть попозже. Так что вот, девочки, я снимаю. Вообще этот тег создала Аида, девочка-вязальщица тоже, рукодельница и блогер ютубный. Второй вопрос. Считаешь ли ты себя пряжеманьяком? Я себя не считаю пряжеманьяком. Я в последнее время, в последние годы вообще вяжу не в стол, а вот именно те вещи, которые буду носить. Раньше я вязала даже из интереса, просто что-то попробовать, училась всю жизнь, но многие вещи не носила в итоге. И сейчас я стараюсь как-то оптимизировать свой труд и вязать только то, что я действительно буду носить. Я смотрю и с восхищением на девочек, которые много вяжут, навязывают за месяц по 7-10 вещей. Для меня это просто вообще какой-то анрел. Я не знаю, как вообще это можно связать столько вещей за месяц. Это во-первых. А во-вторых, куда это все девать? Это же просто нужно даже место найти для этого всего. Ну, понятно, что кто-то вяжет на заказ, кто-то вяжет на продажу, кто-то вяжет для того, чтобы можно было кому-то подарить. А кто-то и для себя, кто в холодном климате живет, практически круглый год носит теплые вязаные вещи. Так что каждому свое. Но я не пряжа-маньяк. Я покупаю пряжу чисто под проекты. И то у меня скопилось достаточно много пряжи. И плавно переходим к третьему вопросу. Много ли у тебя пряжи в запасах? Я считаю, что много. Я оставлю ссылку. Покажу всю свою пряжу. Там немножко прибавилось после этого, но не так уж много. Кто-то сказал, что это много. Вот у меня на кровати там лежит вся моя пряжа, которую я постепенно показываю. А кто-то говорит, да разве же это много? Ну, бывают норки хомячие и побольше. Я согласна. Ну, для меня это много. Я не успеваю все извязывать. Но это и не обязательно. Правда, ведь мы покупаем пряжу и не обязаны все извязывать. Она может лежать и ждать своего часа. Вдруг срочно понадобятся носочки кому-то или шапочка. Или связать какой-то подарок к дню рождения, к новому году. И чтобы не бежать срочно куда-то, не заказывать пряжу, ты достал и вяжешь. Это прекрасно. Так что какие-то запасы, я считаю, что должны быть. То есть раньше у меня вообще никаких не было. Ну, максимум там на два изделия вперед. То есть я покупала, что-то вязала. И в процессе еще обдумывала, что еще буду вязать на два изделия вперед. И покупала пряжу на эти изделия. И вот так вот такой вот у меня круг был. Сейчас у меня гораздо больше, чем на два процесса, конечно, лежит. Но я считаю, что это нормально. Я же все-таки вязальный блогер. И у меня фантазия, вдохновение. Все это в голове есть, играет. И, конечно же, я продумываю наперед, что я хочу связать. Для этого нужна пряжа, соответственно. Четвертый вопрос. Где обычно ты покупаешь пряжу? Обычно я заказываю через интернет. По сотрудничеству с магазинами. Либо просто на каких-то сайтах, да, интернет-магазинах, в интернет-магазинах. Так вот, чтобы оффлайн выйти в магазин, это бывает для меня очень редко. Ну, в любом случае, мне иногда хочется прийти, потрогать, посмотреть. И я не ухожу никогда без покупки. Вот недавно вам показывала во влоге, что я заходила в магазин. Правда, все это набегу. Там купила то, что нужно и убежала. Но иногда хочется прийти, подольше погулять, посмотреть. Просто даже, да, цвета, вот как передаются, не всегда попадают те, которые на экране, на ощупь. Да, мы все-таки хочется из приятной пряжи вязать. Так что только по отзывам, конечно же, хорошо, что есть. Замечательно, что есть отзывы людей. Но хочется и самой пощупать. Поэтому все-таки иногда, редко, но вылазки такие делаю. Пятый вопрос. Любимая пряжа. На данный момент моя любимая пряжа, это мягкий хлопок. Я не буду говорить название, я скажу о составах. Мягкий хлопок, такой, знаете, вот я недавно вязала кардиган из габиа, да, хлопок фиолетовый. Он такой вот жесткий хлопок. И кардиган мне нравится, он выполняет свою службу. Но это не моя любимая пряжа хлопковая, а любимая хлопковая пряжа. Вот, наверное, примерно такая, с которой я вязала свою сиреневую маечку. Это первое летнее изделие. По-моему, первое летнее изделие мое было. Я вам вставлю фотографию, если найду. Вот такой мягкий, приятный хлопок, очень нежный. И это из летней, если считать, а из зимней пряжи. Это все-таки ангора для меня. Ангора, я напомню, это пряжа, в которую входит пух кролика. И вот, например, вот эта пряжа, да, ангора, но она слишком пушистая. А есть пряжа, которая называется Вита Кашмир. То есть это не Ализе Кашмира, которая, да, а Вита Кашмир. Мягкая, приятнейшая ангора, из которой я мечтаю, вот примерно из такого состава пряжи, связать себе свитер. Все мечтаю, мечтаю, никак не свяжу. Теплый, большой, с высоким горлом, оверсайз, лицевой гладью, либо там резинкой английской. Но никак не соберусь. Сейчас я покажу вам шапку, которая связана из той пряжи, о которой я говорю. Это шапочка для дочери. Вот так вот она выглядит. Это и дочкина любимая пряжа. Я так понимаю, посмотрите, какой деликатный пушок. Просто мягкость, приятность. И сначала я связала из этой пряжи шапочку с косами. У меня даже есть мастер-класс на канале. Но не хватило одного моточка на приличный отворот. Она была мала, откровенно. И я распустила и связала шапку без отворота. Вот такую шапку Бини с маленькими деликатными шишечками. И вот это идеальный вариант. До холодов Алиса носит. Мягчайшая, приятнейшая пряжа. Здесь, по-моему, я вот не помню, в одну или в две ниточки я вязала. Ну, просто чудо, чудесная. Вот, если из такой пряжи серого цвета, например, или какого-то бежевого, приятного оттенка, связать себе свитер, это будет идеально. Вот, мне эта пряжа очень нравится. Она не закатывается, стирается хорошо. Ну, по крайней мере, у меня, да, и в этом цвете. Так что я рекомендую всем, кто еще не попробовал, вот, Вита Кашмир. Я вставлю этикетку, и вы посмотрите. Сказала, не буду рекомендовать по названию, все-таки порекомендовала. Дальше. Шестой вопрос. Покупаешь на распродажах, чтобы было, или покупаешь под конкретный проект? На распродажах я не покупаю, чтобы было. Покупаю обычно под какой-то проект. И это моя беда, наверное, для моего кошелька, потому что, конечно же, выгоднее всегда брать на распродажах, и чтобы было, да. Но даже если я вдруг попадаю на какую-то распродажу, допустим, Drops, да, в прошлом году я попала на распродажу, и накупила там, что я купила, наконец-то купила Drops Sky, попробуй, да, Drops Sky, да, Drops Sky и Drops Air. Вот эти две пряжи, о которых я давно мечтала, я купила, и связала два изделия, которые тоже люблю, и это тоже мои, одни из любимых видов пряжи. Мягкие, приятные, очень хороши в носке. Вообще мне в последнее время нравится пряжа не гладких таких составов, а именно вот с пушком каким-то, с какой-то матовостью, да, с какими-то крапинками, вот твит, да, я вдруг полюбила, когда всю жизнь от него отмахивалась, и тут я поняла, распознала, расчувствовала, что это такое, и в чем его изюминка. Из гладкой пряжи, когда ты вяжешь, часто получается, ну, такой вид у изделия, что и вот, ну, видно, что это изделие, которое связали сами, а из пряжи пушистой, да, какой-то, или, ну, вот, видовой, например, ты не всегда отличишься. Может казаться, что изделие выполнено на машинке, что изделие фабричное, что изделие какое-то брендовое, ну, в общем, красивое, качественное, профессиональное, потому что огрехи не видны, все кажется красивым, ровным. Дальше, седьмой вопрос. Самая большая единовременная закупка пряжи? Ну, вообще, самая большая закупка пряжи, это была, когда я еще была замужем, и мы с мужем и с его сестрой, ну, точнее, они вдвоем открывали магазин пряжи, и я в том числе участвовала, мы выбирали пряжу, которая нужна была бы для этого магазина. Это самый огромный там, не знаю, на 40 или на 60 тысяч. Мы тогда делали закупку. А вообще лично моя закупка, это была два года назад, у меня она почти на 8 тысяч закупилась у нас тут в Краснодаре, в магазине Шриторг на Путевой 5. Вот, недавно меня спрашивали, Юля, ходите ли вы в тот магазин? Да, я была там, закупалась там, оптовый магазин, но либо ты покупаешь от 5 тысяч, делаешь покупку единоразовую, либо от 10 мотков. И не всегда это для меня приемлемо, то есть, ну, очень редко, наверное, мы можем вот так вот долго копить, и не покупать, не покупать, потом раз в полгода купить, закупиться, ну, по крайней мере, я. У меня до сих пор осталась та пряжа, некоторые, несколько моточков. Вот, два года спустя уже я навязалась, кучу всего связала, и больше пока не заказывала. Вот, там у них есть в летний период, по-моему, от пяти упаковок. Вот, может быть, потом закажу на следующий сезон уже, в следующем сезоне. Следующий вопрос, восьмой, самая дорогая пряжа, которую ты купила? Самая дорогая пряжа, которую я купила, по-моему, вот, насколько я помню по цене, да, это пряжа, из которой я связала себе шапку, бордовую такую, я на нее делала мастер-класс, из пряжи Гидифра. Вроде как больше 700 рублей стоила эта пряжа, за моточек. И я долго думала, что же из нее связать, чтобы проявить все ее плюсы, чтобы она мне долго служила и носилась, изделие из этой пряжи. И я не ошиблась, я связала шапку, сейчас я вам покажу, которая стала моей любимой, просто обожаемой шапочкой. Вот она, это шапка Бини. Верхний слой у нее связан именно из этой пряжи. Посмотрите, какая она классная. Вот то, о чем я говорила, когда пряжа негладкая, да, с какой-то структурой, фактурой, вот такая вот интересная. Причем петельки все очень ровные, сами по себе, прекрасно ложатся. Вот действительно та пряжа, которая стоит своих денег, при этом она очень теплая, приятная, не колкая, не сказать, что прям мягчайшая, как вот эта, например, да, как, не знаю, детский вообще пушистик какой-то. Но все-таки мягкая, не колючая, приятная. Внутри у меня вот такой подгиб еще из этой пряжи, а дальше идет как раз-таки ализе кашмира. Вот это вот шерстяная пряжа, стопроцентная шерсть, тоже тоненькая она, как подкладка выступает. И это теплющая шапка, которую я носила всю прошлую зиму. Цвет хорошо мне подходит, идет, подходит под любую верхнюю одежду любого цвета. И, в общем, ну вот идеальная шапка, даже, наверное, она слишком теплая. Вот сейчас на осень мне нужно что-то полегче. Может быть, это будет полегче, а может и нет. Может, они будут одинаковые по согреванию моей головы. Вот. Это вот, наверное, это была самая дорогая пряжа. Дальше. Девятый вопрос. Конфуз или интересный случай, связанный с покупкой пряжи? С покупкой пряжи. Я расскажу. Сейчас для меня это действительно смешно. Просто вообще ситуация. Тогда мне было совсем не смешно. Опять-таки, возвращаясь к тому времени, когда мы открывали с бывшим мужем магазин пряжи. И я была на интернет-обеспечении. Я вела интернет-магазин, страничку в Инстаграм. Моя задача была ежедневно наполнять информацией, фотографировать. Это все с двумя маленькими детьми. И нужно было сделать красивые фото, рассказать что-то о пряже, подобрать в интернете изделия, из которых можно связать что-то, какие-то интересные статьи придумать, напечатать. В общем, работы было очень много. При этом нужно было общаться с покупателями, координировать движение, координировать покупку пряжи. сестра мужа развозила все это. Ну, в общем, вот бывший муж спонсировал, ну и как-то тоже иногда там развозил что-то. В общем, я считаю, что у меня была самая серьезная работа, которая занимала весь мой день. Весь. Причем мне нужно было еще и следить за домом, готовить еду. И дети, конечно, на первом месте. Таденька еще тогда совсем грудной малыш был. В общем, я тут пожалуюсь вам. Никогда не рассказывала об этой ситуации никому. Но тогда мне стало очень обидно, когда я за свою работу просила оплачивать ее пряжей. Я считаю, что это нормально. То есть я работаю и еще должна покупать пряжу у собственного мужа. но это как-то для меня показалось странным. Поэтому я считала, ну и договорилась с ними, что я беру пряжу, как-то там они между собой будут это все учитывать. Может быть, бывший муж будет докладывать туда, да, вот за меня как бы. Но, когда я взяла две или третью упаковку, уже взяла пряжу, прошел уже там месяц или два, я взяла третью упаковку, и мне было сказано, что я слишком многого требую. И, в общем-то, давай-ка ты приостановишь свои аппетиты. Ну, человек, мой бывший муж, очень специфический, жадный, я бы сказала, скупой и несправедливый по отношению к своей собственной жене и матери своих детей. Требовал много, не давал нифига, ну это так, к слову. И, в общем, я сказала, что ладно, я не буду ничего брать из этой вашей пряжи, но тогда я умываю руки, занимайтесь косами, пожалуйста, этим всем. Вот. И, в итоге, ну, сестра еще уговаривала меня, как бы, все это, она поняла через несколько дней, насколько это сложно все, все одновременно делать и уговаривала меня вернуться, но я была непреклонна, нет, я решила, что бизнес с родственниками строить нельзя, ты делаешь все возможное, как за свое детище, борешься и ратуешь, получаешь в итоге откровенную неблагодарность, наглость. Вот. Вот. И, ну, через некоторое время мы развелись, к слову. Это так. Вот так вот. Так что, урок, девочки, вам, не ведите бизнес с фиговыми мужьями. Так, дальше. Вот. Это был конфуз, и мне было, и мне сейчас смешно, насколько это было мелочно и низко. следующий вопрос, десятый, дарили ли тебе когда-нибудь пряжу, и как ты относишься к таким подаркам на праздники? Мне часто дарили девочки, одно время, прямо очень часто, каждый там, месяц-два мне присылали посылки, спасибо вам всем огромное, кто это делал, от всей души, просто большующее спасибо. Я каждую посылку получала с огромной благодарностью и душевным трепетом. Мне всегда присылали какие-то такие душевные там и сладости детям, какие-то милые подарки. Мне это очень приятно, и я от всей души вас благодарю, и всю пряжу, которую мне присылают, я все использую или обязательно буду использовать в будущем. Что тут у нас еще? Какие вопросы? Одиннадцатый вопрос. Как родные и близкие относятся к твоим пряжным покупкам с запасом? У меня такая ситуация, что мне некому меня судить сейчас. Я сама себе хозяйка, наконец-то. Ну, хотя я и всегда была со своими деньгами и со своим умом, но в данный момент я создала себе настолько такую жизнь, что у меня просто некому меня критиковать мою деятельность, чему я безумно рада. И поэтому покупаю все, что хочу из пряжи и из любых других вещей, одежды, все, что угодно. И никто никогда мне слова плохого не скажет. Пусть только попробует кто-нибудь, а мои дети, так они еще больше меня радуются покупкам пряжи, когда приходят посылки с пряжей, они в восторге. Так, и 12 вопрос. Твой пряжный грааль, пряжа мечта. я очень хочу, вы знаете, я безумно хочу научиться разбираться все-таки в бобинной пряже и повязать из вот именно хорошей бобинной пряжи с тем же составом, о котором я уже сказала, с ангорой, с кашемиром, вот именно бобинную пряжу попробовать таких составов, но для меня это пока целая работа, это большой труд взять и выбрать что-то на сайте, по отзывам, не знаю, сколько, кучу времени просто нужно на это потратить, чтобы посидеть, подумать и решить, что заказывать, что стоит, что не стоит, вот, поэтому вот такая вот моя мечта разобраться в бобинной пряжи и заказать именно с теми составами, с которыми я вот перечислила и попробовать повязать что-то классное. И под конец за тегой трех блогеров ответы, которых ты хочешь услышать. Я на самом деле не буду точечно передавать, потому что я не знаю, смотрят меня вязальные блогеры много ли, кто смотрит, кто уже создавал тег, кто вообще не будет, ну, не хочет такой формат у себя на канале, да, поэтому я оставляю этот тег всем, кто желает, кто меня слышит, кто желает поучаствовать. Девочки, пользуйтесь, указывайте все ссылки, которые я укажу внизу и отвечайте на вопросы с удовольствием, потому что иногда действительно хочется вот так вот сесть и не глядя в экран, просто послушать, повязать, ни о чем не думая, расслабиться, отойти от любых других жизненных перипетий, просто посидеть, повязать в уютном, чистом доме и когда осень за окошком. Все, на этом я буду заканчивать. Большое спасибо вам за внимание и всем пока!